Идем дальше. Участница под номером три, участница под номером восемь! Тихо! 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 Товарищи, хорошо, терпение. Итак, сколько лет было Анне Карениной на момент ее гибели в произведении Вани Николаевича Толстого? Тихо! Время! Я не слышу, что ты говоришь, и мне ответы больше хорошо, мальчик, если я не приду, не объясните. Раз, два, три! Мимо обе. Но мы зададим к уводке вопрос. Правильный ответ 28. Тогда, будь ты на месте Анны Карениной, Татьяна, какую бы смерть ты избрала сегодняшний день? Микрофон передайте, пожалуйста. Ну, я на самом деле считаю, что она глупо поступила. Я буквально недавно смотрела фильм с Кирой Нельфи. Да. Мне он не понравился. И я как раз готовилась к Крис Пьет, и мы смотрели сам этот фильм, и я потом пошла и говорю, мам, ну она глупая. Зачем она это сделала? Я бы на ее месте так поступила. Я бы выбрала жизнь. Потому что у нее были дети, и... То есть выбирая между, ну я задаю вопрос, какой будет смерть, ты бы выбрала, ты говоришь, я бы выбрала жизнь. Ты бы выбрала жизнь, окей. Такая, если я на Карениной передаю микрофон. Ну, раз ответа не последовало, а какой, какой, ну, смерт, ты бы выбрала для Министерства на Каренину? Вообще, я Светяна Станин. Так. Я удивлялась, почему она. Ну, с рукой сказали, что я могу понять. Ооо. Она как бы его любила, ревновалась. Это причина, ты считаешь? Ревнуешь под электричку в Москве? Ну, он на самом деле тоже так ревновал. Ну, многих, многих как-то с ним делал. Некрасиво вел себя. Но... Да. Так, давай я за тобой... Ее полететь... Ну, надо... Мне нравится, ну, под шлик, вот и давайте на такой вопрос. А... То есть ты можешь понять Анну? Тогда есть тебе вопрос. Почему ты можешь понять Анну? Просто потому что парень ревновал им. Все? Здравствуйте. Я не сказала, что я могу полностью понять Анну. Я бы выдумал, да? Анна! Я сказала, что... Не надо было ее посыпать, потому что у нее остались дети. Кто с другой стороны... Вот, я правила с тобой. Темная семья. Вот, если я могу, что у меня людей... Я, конечно, говорю, что он молодец. Я сказала, что он должен быть патистом. Но... Он виноват. Он виноват. Отлично. Вот это опять. Аплодисменты. Аплодисменты. Давайте не будем оттягивать. Мы еще не думаем, ладно? Или все. Придумали. Номер три. Номер три. Получает бюстбол. Окей. Один-ной. Дальше. А... Кто в романе... Внимание. Кто в романе... Евгений Онегин произносит фразу... Любви все возрасты покорны. Факсим Галкин, правильно я, я не знаю. У меня это шутка записана. У меня это шутка записана. Вы готовы? Покажите, пожалуйста. Татьяна. Я Таня. Ты просто представилась? Таня, участница номер три. Неправильные друзья. Давайте так тогда. Если вы не знаете, кто произнес эту фразу, Вы читали сразу, честно? Не хочу вас читали. Отлично. Давно. В школе. Сейчас мы спустимся вообще. Тогда такой вопрос. Вы помните судьи? Вопрос. Там кто-то кого-то убивал. Зачем? Нужно ли было это? Кто кого? Кто первый ответит? Юлия Тинстратина отворачивается. Так, возьми микрофон. Кто кого убивал? Зачем правильные мотивы понеслась? Если я не ошибаюсь, то стрелялись один с... Онекин, окей, окей. Онекин с Ленским. Потому что... Онекин хотел... Ну, как Ольга. Он, если выражаться современным языком, приставал к ней. И выражал какое-то внимание. А так как Ленский был в нее влюблен, Он, по слову, не мониторит. Ага, пришлось. Ага, пришлось. АПЛОДИСМЕНТЫ Это достаточный аргумент в наше время. Потому что вы с ним на дуэль. Ну, друг, мы пошли в Z. Какая ситуация? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я считаю... А дэй, от стола дэй, что вам будет? Я, от стола дэй, предполагаю не то, что два парня достают по розочке. Но что они берут места и отбивают друг другу. Если пристает один парень, другой движет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Посмотрим. Чурик. Не даем еще один вопрос. Не даем вопрос. Полуфинал продолжается под номером три аплодисмента. Соня! 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 Соня!